шалом двух предыдущих программах мы выяснили что если чаша которую еще не хотел пить это его страдания и смерть то возникает слишком много вопросов на которые нет вразумительного ответа что же в таком случае он имел в виду прося отца пронести эту чашу мимо в первой программе на эту тему мы читали описание этих молитв данные матфеем сегодня давайте обратимся к евангелисту луке и выйдя пошел по обыкновению на гору илионскую за ним последовали и ученики его придержи на место сказал им молитесь чтобы не впасть в искушение и сам отошел от них на вержение камня то есть на расстоянии брошенного камня и преклонив колени молился говоря отче а если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня впрочем не моя воля но твоя да будет являлся же ему ангел с небес и укреплял его и находясь в барении прилежнее молился и был под его как капли крови падающие на землю это описание отличается от других упоминанием смешанного с кровью пота который выступил на теле ешу описание не случайно и поскольку его автор лука был врачом и явление которое он описывает было ему вероятно знакомую породу его профессии называется она в медицине гематидрос что в переводе с греческого означает кровавый пот явление это встречается очень редко и поэтому считается относительно мало изученным суть его в том что капилляры то есть тонкие кровеносные сосуды под сильным внутренним давлением прорываются и кровь из них попадает в железо выделяющий пот и смешивается с ним чистая физика тут и никакой тут мистики нет вызывается это явление гематидрос в том числе сильным психологическим напряжением исследователи упоминают случай когда кровавый пот выступал на теле солдат перед сражением или у мужчин приговоренных смертной казни в ожидании приговор приведения приговора в исполнении еще прекрасно знал какие страдания ему предстоят так что неудивительно что он находился в агонии слова борения в синодальном переводе соответствует греческому агония то есть борьба его тело и чувства разумеется сопротивлялись мысли о необходимости пройти через все предстоящие так что борьба совершенно понятно тогда становится становится также понятен и кровавый пот но что остается непонятным это молитва о чаши ситуация прояснится если предположить что гематидрос может привести к смерти от кровопотери либо через обильное выделение кровавого пота либо вследствие внутреннего кровотечения верное ли это предположение сказать трудно в онлайн статье в журнале medical news today в 2017 году там была на тему статья гематидрозе там написано что летальных то есть смертельных исходов этого симптома не наблюдалось другие авторы говорят что летальный исход возможен и если это так то не исключено что еще не просто был в агонии а ощущал в тот момент приближение смерти причем смерти прямо там в гефсиманском саду и не отмеча римских солдат шедших арестовать его от внутреннего напряжения и кровотечения и в таком случае его молитва понятно чаша это преждевременная смерть он должен по плану божьему по замыслу умереть на голгофе на кресте между небом и землей на следующий день после этой ночи как пасхальный агнец в исполнении всех пророчеств однако дьявол хочет убить его прямо тут в саду еще до ареста и если это произойдет то либо план божий будет сорван чего еще не хочет либо бог должен будет его воскресить из мертвых тут же сразу после его смерти в этом же саду для того чтобы ешо на завтра смог умереть во второй раз в соответствии с божьим планом искупления и вот тогда молитва о том чтобы чаша прошла мимо становится понятной он не хочет умирать сейчас потому что должен умереть завтра об этом он молится о том чтобы не умереть раньше времени впрочем даже если бог допустит это ешо уверен что план божий все равно исполнится вы именно в этом смысл его заключительных слов не моя воля но твоя да будет бог как мы видим отвечает на молитву ешо посылая ангела укрепить его вот в этом мы действительно видим что перед нами человек потому что сущность человеческой природы не в ниже не в желании сохранить себе жизнь и не в лукавых переговорах с богом о том как бы исполнить его волю не исполняя ее а в ограниченности в сознании собственной нужды и в способности обратиться к богу за помощью ешо ни на секунду не отказывается от исполнения своего предназначения он просит лишь о том чтобы если возможно не умирать прежде времени чтобы умереть один раз они дважды посланник евреям говорит что за свое благоговение перед богом он был услышан то есть его молитва была отвечена он получил через посланного ему ангела необходимую ему силу и победил в этой агонии этот урок мне кажется очень важен для нас если мы хотим учиться у ешо эффективной молитве опираясь на традиционное понимание чаще некоторые уважаемые авторы пишут что если уж дескать сам сын божий не получил ответ на свою молитву концу своей земной жизни причем троекратную молитву то где уж нам грешным рассчитывать на то что бог всерьез будет слушать наши молитвы и отвечать на них то есть давать нам просимые самом деле все наоборот как всегда так и в свои последние земные часы сын божий был услышан отцом не потому что был любимчиком а за свое благоволение благоговение за неукротимое желание и твердую решимость исполнять волю божью именно для этого пришел ангел и укрепил его если бы сын божий концу своей земной жизни потерпел поражение как молитвенник то как он смог бы исполнять свое первосвященническое служение сейчас как он смог бы сейчас ходатайствовать за нас перед отцом находясь на небесах вопрос риторический спасибо шалом